Добро пожаловать на библейские занятия «Меч Духа». Их автором и преподавателем является старший пастор церкви Кеттингтон Тэмпл и руководитель Лондон Сити Чорч Полин Дай. «Меч Духа» — это серия динамичных обучающих программ, предназначенных снарядить сегодняшнее поколение христиан в подготовке последующих учеников. Мы молимся, чтобы эти программы вдохновили вас и стали для вас своего рода катализатором на углубление познания Бога, личных взаимоотношений с Господом Иисусом Христом и близости со Святым Духом. Здравствуйте! Добро пожаловать на библейские занятия «Меч Духа» «Школы служения в Слове и в Духе». Наша тема — спасение по благодати. И во всех этих занятиях мы вместе рассматриваем, как Святой Бог может принять нас, грешников, через что? Через свое прощение, но никаким образом при этом не пойти на компромисс на свою святость. Для многих людей это большая проблема. Кто-то говорит, а почему Бог не может просто так нас простить? Мы же прощаем друг друга. И Бог тоже может просто, скажем так, закрыть глаза на наши грехи и сказать, я в любом случае принимаю вас. Нам нужно знать, что Бог, Он праведный судья. И являясь правителем всей вселенной, Он тот, кто имеет абсолютный контроль над всем, Он никогда не сможет просто так проглядеть или замести под ковер, то есть закрыть глаза на что-то, Он обязательно должен конфронтировать, разобраться с этим, потому что Он несет ответственность, потому что Он управляющий всей вселенной. Также в моральных, нравственных вопросах нет выше власти, чем Он. Это Его ответственность или обязанность обязательно проследить за тем, чтобы грех был наказан, потому что Он справедливый или праведный Бог. Но тогда возникает другая проблема. Если грех должен быть наказан, а мы грешники, тогда, конечно, и нас тоже нужно наказать. И если действительно мы должны быть наказаны за наши грехи, тогда нет никакой жизни уже, потому что все были бы абсолютно осуждены и навсегда бы отвергнуты от Божьего присутствия. Но мы знаем, что Бог, Он настолько любящий Бог, что Он хочет, чтобы все люди пришли к познанию Его, и Он отправляет свое приглашение нам, чтобы мы все могли приблизиться к Нему. Поэтому сам Бог, Он совершил чудесный, дивный план спасения. Запланировал Он его всю вечность, и также Он осуществлял его в истории, разворачивая свой план спасения. Во-первых, что сделал Бог? Бог призвал к Себе целый народ, Он научил их, как они могут приближаться к Богу, принося различные жертвы, живя праведной жизнью. Потом Он начал отправлять пророков всем Божьим людям, чтобы они вернулись к верности и к преданности в соответствии с Заветом. Но мы знаем, как в истории Бог работал со всеми народами, всеми людьми, и это история совершенного Бога, который взаимодействовал с несовершенными и сокрушенными, раненными людьми, как Павел пишет в книге «Римлянам» 3.23, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Но есть нечто очень интересное, о чем говорит и какую тему развивает Новый Завет. Он показывает нам, что все эти различные жертвы, о которых говорит Ветхий Завет, они сами по себе не имели эффекта. Бог не требовал же для себя крови тельцов, козлов, животных, как будто бы Он такой кровожадный Бог и хочет получить кровь, чтобы что-то, какое-то желание в себе удовлетворить. Нет, нет, это все были прообразы, иллюстрации чего-то, что должно было произойти в будущем. И когда Ян Креститель провозгласил пришествие Мессии, Он сказал, смотрите, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира. Представьте, вот через эту жертву Иисуса Христа, когда Он себя принес в жертву Богу, не имея ни пятна, ни порог, Он был единственным безгрешным человеком, который когда-либо жил с первого момента человека, Адама, который потом совершил грех, этот беспорочный Агнец Божий, Он принес себя в жертву за грехи мира. Итак, сегодня мы с вами начнем рассматривать вот эту тему заместительной жертвы. И вообще жертва. И мы знаем, что все это было сделано по благодати Божьей. Приветствую вас. Добро пожаловать на наше занятие серии Меч Духа на тему спасения по благодати. На предыдущем занятии мы с вами говорили о Божьей ярости или гневе, который провоцируется грехом. И что Бог действительно должен был, в соответствии со всеми аспектами своей природы, характера, должен был действовать. Это Его правосудие и Его любовь одновременно. И согласованность или соответствие Бога самому себе, конечно, означает, с одной стороны, Он должен наказать грех, так как Он праведный и справедливый, а с другой стороны, Он любит грешников, как Его правосудие и любовь могут действовать вместе. Мы знаем, что как раз таки в этом и заключена история о кресте Иисуса Христа. На кресте Бог действует совершенно в полном соответствии с Своим характером и всеми аспектами Своей природы. Другими словами, Его гнев был излит, полностью выражен и полностью удовлетворен, и Его любовь также была в полноте выражена. Как это возможно, что там, на кресте, любовь Божья была настолько полно выражена, что нигде никогда ты не увидишь больше любви, чем Божья любовь на кресте? И в то же самое время, Его гнев, Его ярость была полностью, в полноте выражена и излита в тот же момент, в то же время, и в том же событии, и в том же действии Иисуса, Его смерти на кресте. Это настолько замечательно, это просто дивно, это чудо, чудо спасения по благодати. И что я хочу сегодня вам рассказать, чем поделиться? Если вы еще не знаете, что находится в центре вашей христианской веры, то есть что тебя отличает как верующего во Христа? От любой другой веры или верования или религии на лице земли, вот что тебя отличает, это крест Иисуса Христа. И я бросаю вызов каждому и любому человеку, независимо от того, верующий он, не верующий христианин, или кем бы он ни был этот человек, какова бы ни была твоя религиозная традиция, пожалуйста, посмотри на крест Иисуса Христа, поизучай его, и потому что там ты встретишься с Богом в этом. Аминь. Поэтому сейчас мы с вами проведем целых две сессии, то есть два занятия. По следующему разделу мы будем говорить о замещении и о жертве. В сущности мы будем говорить о кресте. И что касается креста, то Божье самоудовлетворение в том смысле, что Он является святым, праведным, и Его справедливая реакция на грех, Его гнев получает полное удовлетворение через смерть Иисуса Христа, когда тот пролил свою кровь, потому что Иисус был заместительной жертвой за грехи всего мира. И поэтому также Божья любовь была во всей полноте выражена во Христе на кресте. И как мы видели в предыдущих сессиях, Бог, все, что Он делает и чем является, удовлетворяя себя, свою натуру и природу, Он действует это в соответствии со своими всеми качествами. Он всегда верен себе. Не получается так, что в одной ситуации Он действует вот так, в соответствии с тем, как там все сложилось, по своим характеристикам, а в другой ситуации по другому атрибуту, по своему или по другому качеству. Бог никогда не пожертвует своим качеством одним за счет другого. Я повторю то, что я говорил на предыдущем занятии. Всегда, когда Бог что-то делает, Он всегда, всегда, полностью осуществляет это действие в любви, потому что Он удовлетворяет своему качеству любви. Но также это абсолютно праведный поступок, потому что это удовлетворяет Его правосудию. Потому что все Божьи аспекты, Его качество, характер, Его атрибуты всегда связаны и взаимосвязаны между собой. Он всегда проявляет полноту своего характера, что бы Он ни делал. В предыдущих занятиях мы также с вами видели, что самый сложный вопрос, связанный с прощением, вот такой, как Бог может быть верен и истинен всему, что есть в Нем, как одновременно Он может выражать свой святой гнев, в осуждении, совершая свой суд, а также свою милость и любовь, и сострадание, и прощение. Одновременно, с самых ранних дней, церковь и христианский ответ всегда был таким, что Бог удовлетворяет себе самому. Что это значит? Что Он действовал в соответствии с тем, кто Он и какой, предоставив замещение, то есть заместительную жертву вместо грешника. Это не новая доктрина. Церковь учит этому через все столетия, издавна. Но тот, кто является заменой, он терпит гнев и суд, в то время как грешник наслаждается прощением и состраданием Бога. То есть вместо него страдает кто-то другой, как замещение. И это самая высшая форма выражения вот этого действия, выражение людовлетворения за счет замены преступника другим и наказания его. Это значит, что принимает Божий гнев. То есть и его правосудие, и его любовь получают полное удовлетворение за то, что наказание за грех было оплачено через жертву замены. Господь в Своей бесконечной милости желает простить нас. И в Своей вечной праведности Бог действительно хочет простить нас в праведности, не игнорируя и не оправдывая наши грехи. Итак, Бог поступил в полном соответствии с тем, кто Он и какой, но сфокусировав полноту Своего справедливого гнева на заместителе, которого Он с милостью предоставил сам. Он сам в личности Своего сына. Это была замена. Очень важно здесь понимать, что сам Бог пришел и стал этой заместительной жертвой. Чуть поподробнее мы коснемся этого позже, в последующих занятиях. Бог сделал это также тем, что Он излил полноту Своей милостивой любви на нас, не заслуживших это. Грешников Бога Своей благодати, Он излил полную меру Своего гнева на заместительную жертву для того, чтобы Он также, в свою очередь, смог излить по Своей благодати полноту или полную меру Своей милостивой любви к нам, не заслужившим это грешникам. Вы видите, как всегда это будет спасение по благодати. Никаким образом мы не могли бы это заслужить. думать, что мы могли как-то это заслужить, это совершенно и полностью не понять ничего о сути Креста и о том, кто есть Бог, и как и что Он сделал на Кресте. Мы также с вами говорили, что в различные столетия существования христианской церкви, разные церковные традиции, понимали спорные моменты для себя в Библии, чтобы что получило удовлетворение, кто был удовлетворен на Кресте. Всегда велись такие споры. И также было очень сложно решить вопрос характер вот этой замены, заместительной жертвы и ее сути, потому что в Библии кажется, как будто бы не открываются в простоте и ясности вот такие вопросы. Я не говорю, что Библия написана сложной или там ничего мне непонятно. Нет, нет, нет. Все, что я хочу сказать, что это не просто сложно взять все, что Бог говорит на эту тему и из этого составить полноту общей картины, потому что Бог не дает нам полностью обработанную и готовую теологию из Своего Слова. Он дает нам свое откровение, свои мысли, свой характер показывает через действия, через дела, через какие-то откровения, конкретные примеры, разные проявления и выражения, высшие из которых, конечно, это пришествие самого Иисуса Христа. Но если мы хотим хотя бы начать понимать, как эти разные элементы объединены между собой, чтобы нам это объяснила суть Креста, нам нужно начать с жертв, которые приносились в Ветхом Завете, потому что именно эти Ветхозаветные жертвы, они подготавливали путь для того, чтобы заместительная жертва Бога во Христе была принесена на Кресте. Вы знаете, это невозможно читать Новый Завет, не понимая того, что писатели или авторы Нового Завета смотрели на смерть Иисуса Христа как на жертву. В Евангелии от Матфея, 20 глава, 28 стих, Иисус говорит, «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, как выкуп». Понимаете, Он отдал свою жизнь как выкуп, как выкуп, как искупление. Это как раз таки формулировка, которая говорит о жертвах из Ветхого Завета. Римлянам 3, 25, которого Бог предложил жертву милостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. Вот каким языком Бог говорит о жертве. Умилостивление – это относится к жертвам, чтобы отвратить Божий гнев. 1 Коринфянам 5, 7. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас или буквально принесен в жертву за нас. Поэтому будем праздновать не старой закваской, порокой лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Здесь очень этично Павел сейчас призывает Коринфянам к благочестивой жизни на основании совершенной, совершенной жертвы Христа. И Павел очень четко это объединяет, элементы Пасхи, жертвы, которые были принесены. Он говорит, все, жертва принесена, вам не нужно приносить больше, вы спасены. Но вам нужно хранить свое спасение в том духе, в котором было намерение. «Избавьтесь от старой закваски». Если мы поговорим о Пасхе, убирайте всякую закваску. Хотите быть тестом, будьте новым тестом, в котором нет никакой закваски. Он приводит такую аналогию. Итак, мы видим, что смерть Христа действительно являлась такой жертвой. И также, чтобы понимать, что имеет в виду Новый Завет, когда говорит о жертве Христа и какое мышление подкрепляет эту мысль, нам нужно посмотреть на систему жертвоприношения в Ветхом Завете. Итак, в книге евреям особенным образом объясняется нам, что жертва или система жертвоприношений Ветхого Завета была ничем другим, как прообразом или иллюстрацией той работы, которую осуществил Иисус Христос. Разные элементы Ветхозаветных жертвоприношений показывали как будто бы тенью пришествия Иисуса Христа в Новом Завете. Были прообразом. Здесь, наверное, невозможно показать вам на освещенные хорошо сцены, но представьте, если за мной светит солнце, я делаю шаг вперед, и прямо на этой сцене из-за этого вот такая вот моя тень падает, что солнце сзади. Идея в том, если бы вы увидели, как я иду, вы бы вначале увидели из-за угла мою тень, а потом бы увидели меня. И поэтому Ветхий Завет показывает как раз такую тень, которая говорит о пришествии Иисуса Христа. То есть это нам показывает, что Иисус идет. Он идет, мы видим его прообраз, его тень, и он приходит уже как сам он, а не просто тень. Поэтому мы не гоняемся за тенями. Мы живем в такую эру, когда пришел Иисус Христос, заместитель послания, книги евреям, что избавляемся от старого, живем в Новом Боге, что-то лучшее для вас, что Он приготовил, и Его зовут Иисус. Поэтому мы не следуем жертвам Ветхого Завета, но мы что-то понимаем и учимся чему-то из этого. Давайте посмотрим на самое-самое начало, на первую жертву. Это может удивить вас, если я напомню вам, что самая первая жертва началась с Бога. Бог принес самую первую жертву. Он, Бог пролил первую жертвенную кровь. Бог первый претерпел вот эту печаль или горе, потеря. Это пример Бытия, 3 глава, 21 стих. И это закладывает систему и принцип для всех будущих жертв и показывает путь и готовит путь для креста. Сделал Господь Бог Адам и Жене Его одежды кожаной и одел их. Откуда пришли эти одежды кожаные, туники? Бог их сделал. Для того, чтобы их сделать, Бог сам должен был тогда убить красивое животное, которое Он только что сотворил, и взять шкуру этого животного, чтобы сделать кожаную одежду. Это не просто, чтобы покрыть грех, но это одеть, облечь Адама и Евы, чтобы снарядить их для царственного задания, для которого были сотворены. То есть эти одежды, это были королевские или царственные одежды, туники, слово используется. Я не закончил со своим планом для вас, я одеваю, облекаю вас в славные одежды, чтобы вы исполнили свое предназначение на земле. Милостиво Бог предложил этим осужденным людям кожаные одежды, чтобы прикрыть их грех и чтобы облечь их и подготовить их к новой жизни за границами Эдемского сада. Конечно, Бог сам, наверное, был тот, кто убил это животное, снял с них кожу. Прекрасные животные, которые Он только что сотворил и благословил. Вы знаете, вот этот инцидент задает он всему учению Ветхого Завета о жертвах. И ясно и четко это указывает на окончательную и на последнюю жертву, и самую высшую жертву. Мы видим из этого примера, послушайте, какой принцип мы видим из данного происшествия. Те, кто получил из этого пользу, они совершенно не заслужили. Что сделали они, чтобы заслужить такого рода жертву? Ничего такого нельзя. Те, кто пострадал, они были абсолютно невинными. Что сделали животные, чтобы заслужить такую смерть? Ничего. И жертва, она была постоянной. То есть вернуться во что-то, что было раньше, было невозможно. Мы видим, что это была жертва крови, кровная жертва, потому что кровь пролилась. Мы видим совершенные условия. При этом самое лучшее надо было выбрать. И стоимость, и цена была действительно очень высока. И для того, кто приносил жертву, и для самой жертвы. Для жертвы, жертва обошлась ей во все. И для того, кто приносил жертву, это тоже многого стоило. Представьте, чего это стоило Богу, чтобы увидеть этих прекрасных, только сотворенных им животных, как они умирают, потому что их приносит жертву. Благодать и милость, любовь была мотивирующей эмоции. И бенефициары могли бы отвергнуть или принять предложенный им подарок. И, наверное, эта жертва была чем-то удивительным для них. Они удивились, потому что они могли использовать раньше смоковные листья, даже, может быть, в какой-то холодный день. Но теперь у них было что-то лучшее. И это принципы. Их можно применять во всем Писании, для того, чтобы посмотреть и увидеть, как дальнейшие жертвы строились на этих принципах и привели нас к жертве Иисуса Христа. Еще я хочу прочитать об одной жертве, которую принесли люди. Это Бытие, 4 глава, с 3 по 5 стихи. Здесь Каин и Авель принесли свои дары Богу. И достаточно ясно из этого местописания мы видим, как Бог призрел на жертву Авеля, а на жертву Каина не призрел. И Евеем 11, 4 стих говорит, что верой Авель принес лучшую жертву, чем Каин, и через это он получил свидетельство, что был праведен, потому что Бог засвидетельствовал о его дарах, и даже сейчас он этим говорит, все еще говорит. Что это значит? Это было выражением праведности, которая находилась в сердце этого человека. Что это за праведность? Праведность – это быть послушным Богу, потому что Бог им сказал, я хочу, чтобы принося жертвы, приносили кровные жертвы. Конечно, Адам и Ева научили своих детей, сыновей, Каин и Авели, что сделал Бог, чтобы их одеть. И теперь Бог показывает, что Он этого ждет, вот именно такой жертвы. Поэтому это было сделано не для того, чтобы заслужить Божью какую-то милость или расположение, как-то уговорить Его. Это было выражением праведности, и тогда Бог был там. Следующая жертва – это Бытие 8, стих 20. Вы знаете, Ной построил жертвенник, и он принес или предложил Богу жертву. Здесь мы видим послушание Ноя, и это действительно было угодно Богу, Бог его вознаградил, это было обещание славного, благословение. Дальше, если посмотрим на Авраама, у него была целая привычка приносить жертвы Богу, а иначе он бы очень сильно удивился, когда Бог сказал, принеси своего сына в жертву. Он бы не говорил тогда о ягненке, потому что он знал, что это абсолютно нормально, он был привычен тому, чтобы приносить жертву Богу. Но что было тут удивительного все-таки, что Исаака нужно было принести в жертву в этом случае. И далее, когда Исаак пошел по этой горе, я думаю, что он не был мальчиком, ему могло быть даже лет 30, потому что спустя несколько стихов, ему было 37 лет, когда Сара умерла, но он был готов стать жертвой, готовой быть принесенной жертвой. Если бы он был ребенком, он бы не хотел, он бы сопротивлялся. И поэтому, я думаю, посмотрев на его возраст и на возраст отца, наверное, можно было поспорить, кто умрет первым. Но он был готов умереть жертвой. Отец, ты понимаешь, я понимаю, мы оба имеем веру в Бога. Я являюсь Божьим обеспечением, которое Бог подготовил. Я не знаю, что там Бог приготовил и задумал. Мы должны быть послушны. И потом Бог все разрулил и все закончилось хорошо. Но это был акт веры. Итак, мы видим веру в жертве. Во-первых, это связано с историей Авеля, потому что верой Авель принес лучший дар. И здесь мы видим Авраама, который также верой приносит жертву. И он подготовил, нож поднял и был готов уже вонзить сердце сына. Но Бог остановил его, сказал, стоп. Конечно, Авраам, он тут исключил человеческие какие-то замыслы и логики. Он не думал, что там Бог такое придумал. Он просто знал и доверял, что Бог знает лучше всего. И это и суть веры. И посреди всего этого он высказал замечательное пророчество. Он сказал, Бог сам усмотрит или обеспечит жертву. И это имя будет названо Иегова Ира. Господь усмотрит до сегодня, что на горе Господней Господь усмотрит. Это Бытие 22 стих 14. Он не знал, он не мог знать, что спустя 2000 лет Бог пройдет через, через тысячи лет, Бог пройдет через похожую агонию на той же горе. И Авраам просто действовал верой, он подготовил путь. Но Бог пришел и исполнил это пророческое действие. Исаак был готов быть принесенным жертву. И это описывало готовность умереть Иисуса Христа. Готовность Авраама отдать своего сына показывает, как прообраз желания и готовность отца отдать своего единственного сына. И также это показывает, что Авраам и Исаак были готовы для смерти, не получив никакой награды. Любовь и послушание было их единственным мотивом. И это Божья благодать, которая вмешалась там и предоставила заместительную жертву. И награда этой жертвы была благословение. Есть связь между жертвой и благословением. И это повторяется во многих-многих частях Писания. Дальше Писание говорит, что это животное было принесено в жертву вместо Исаака. Поэтому мы видим здесь вот этот принцип, принцип замены или заместительной жертвы. Не было для Иисуса, знаете, такого, как бы, каких-то фактов, последнюю минуту, какой-то факс или СМС, там, от правителя, остановите его казнь. Нет, не было такого. Бог до конца пошел в этом плане произвести эту казнь. Бог продолжал, но Иисус знал, что Бог возьмет его жизнь и принесет жертву, жертву заместительную за грехи всего мира. Это тот же Бог, который воскресит его из мертвых на третий день, чтобы он мог жить и всегда ходатайствовать за нас. Далее мы можем посмотреть на пасхальную жертву. И египтяне получили эти десять казней на себя, потому что фараон не позволил за рельсианам, не хотел отпускать их в пустыню, чтобы они поклонились Богу, принесли жертву. Это исход 10 стихий с 24 по 26, и говорят, что фараон призвал Моисейского, идите, служите Господу, ну пусть ваши стада останутся, и пусть дети ваши идут с вами. Но Моисей сказал, нет, 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 жертвы мы тоже должны взять, чтобы принести все сожжения, жертву Господу нашему. И наши все должны пойти с нами, ни копыта не останется, потому что мы должны взять, чтобы послужить Господу Богу своему. И мы даже пока не знаем, чем мы должны послужить Господу, чтобы принести жертву, пока не придем на назначенное место. И знаете, это не были такие, знаете, переговоры хитрые, как вот на Ближнем Востоке делают. А вот нам нужна жертва, ну возьмите свои животные. Нет, нам нужны и ваши животные тоже. Мы даже не знаем, каких из этих животных принесем жертву. Это не были какие-то политические переговоры, чтобы он получил больше выгоды из этого. Нет, это были действительно четкие факты. Бог пока еще им не открыл, что потребуется от них. Это показывает нам, что каждый шаг на этом пути, в процессе народа Божий должен был, во-первых, позволить Богу направлять их даже в том, как приносить жертвы. Это не было тем, что они могли сделать. Они не могли обеспечить, они не могли это найти, они не могли логически. И поразмышлять, о, вот это я дам Богу. Нет, это не хорошая идея. Потому что Бога не интересует хорошей идеей, это должно было прийти от Него. Бог был тот, который призывал принести эту жертву. Бог был тот, кто сказал, оно должно быть вот так, или оно должно быть вот так. Мы поговорим об этом, потому что мы поговорим о самых сложных ритуалах принесения жертвоприношения. Должно было точно осуществлено в конкретные дни, по конкретным случаям, для конкретных целей, конкретными методами для конкретных людей. Бог сам направлял этот процесс жертвоприношения. Это говорит нам, что касается жертвы Иисуса Христа, Бог был инициатором этой жертвы, Бог определил все, что связано было, Он назначил тот день, Он все расписал в течение вечности, и здесь Он произвел это в том месте и в то время. И также это показывает, показывало им, что они могли принести только чистых животных, чистых птиц, и это должно быть чем-то, что принадлежало им, то есть это должно было стоить им, это на самом деле искреннее самоотречение, потому что Бог не заинтересован в тебе или в твоих жертвах, чтобы они были какими-то незначительными для тебя, без последствий, мы говорим о реальной жертве. Итак, спасение по благодати. Вот о чем мы с вами говорили. И я точно был благословен, когда я учил, делился с вами сегодня. Я молюсь, чтобы Бог продолжал благословлять вас, когда вы будете возрастать еще дальше в познании Его благодати. Увидимся с вами в следующий раз. Пусть Бог благословит вас. Субтитры сделал DimaTorzok